Гентамицин аминогликозит, который известен своей нефротоксичностью и одним из предполагаемых возможных механизмов является поражение вследствие образования свободных радикалов. Гентамицин вызывает дозозависимую нефротоксичность в 10-25% терапевтических курсов. Гентамицин является аминогликозитным антибиотиком, который применяется против сепсиса у человека, но он вызывает острую почечную недостаточность у 10-15% больных. При этом более чем у 30% больных выявились признаки нефротоксичности, которые получали гентамицин более длительное время, примерно 7 дней и более. Однако из-за избирательного накопления гентамицина в корковом веществе почек, приводящего к нефротоксичности, его применение было ограничено. Гентамицин индуцированная нефротоксичность вызывает значительное повышение сыворточного уровня маркеров функции почек, таких как креатинин, мочевина и мочевая кислота, по сравнению с соответствующим контролем, что указывает на дисфункцию почек. Недавние исследования также постулировали, что в этот процесс вовлечено воспаление почек, которое характеризуется инфильтрацией воспалительных клеток, таких как моноциты и макрофаги, и последующим освобождением провоспалительных цитокинов. Кроме того, индуцируется апоптос, некроз эпителиальных клеток почечных канальцев. Лечение тонольным экстрактом корней свеклы в объеме 250 и 500 мг на кг в сочетании с гентамицином восстанавливало или повышало почечные эндогены антиоксидантный статус. Индуцированное гентамицином повышение почечных воспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли альфа и интерликин-6, а также молоновый диальдегид, который является конечным продуктом перекисного окисления липидов. В проведенном исследовании наблюдали повышенный уровень концентрации молонового диальдегида, который является важным патогенным фактором, повреждающим биомембраны. Лечение у крыс в сочетании с гентамицином обратило все эти изменения вспять, предполагая, что этанольный экстракт красной свеклы проявляет свои антиоксидантные свойства, предотвращая или уничтожая активные формы кислорода, которые были вызваны гентамицином. Введение экстракта свеклы вместе с гентамицином вызывало значительное снижение концентрации креатинина, мочевина и мочевой кислоты, а также значительное увеличение общего белка сыворотки, которое свидетельствует о защитном действии этанольного экстракта свеклы. Экстракт корня свеклы способен противодействовать противовоспалительным каскадам в мононуклеарных клетках периферической крови. Кроме того, лечение экстрактом свеклы также уменьшило степень гистологического повреждения и уменьшило воспалительную инфильтрацию в почечных канальцах. Эти данные свидетельствуют о том, что лечение этанольным экстрактом корней красной свеклы ослабляет почечную дисфункцию и структурные повреждения за счет уменьшения окислительного стресса, воспаления и апоптоза в почках. Субтитры создавал DimaTorzok